Доброго времени суток! Продолжаем серию очень важных публикаций о выращивании мицелия грибов в вешенке. И, знаете, сегодня я отвечу на один важный вопрос, который мне уже задают миллионный раз, и я хочу специально на него ответить. Итак, вопрос звучит таким вот образом. Можно ли использовать желатин вместо агар? Агар купить довольно-таки сложно в некоторых регионах. И спрашивают, можно ли использовать желатин. На вопрос можно, я отвечаю сразу и просто. Разрешаю. Используйте. Другой вопрос. Насколько целесообразно использование агара при выращивании мицелия грибов? Здесь ответить нужно более пространственно. Более пространственно это означает, что использовать желатин, конечно же, можно. Но какое различие между желатином и агаром? В принципе, эти две субстанции делают то, что превращают наш жидкий, жидкую питательную среду. Фактически она, по-моему, из химии называется взор. Взоль. Что-то такого. То есть, среда жидкая, но агар или желатин делают из нее вот такую среду, твердую, которая из поверхности стекла не стекает. Так вот, поймите, что температура плавления желатина где-то на уровне 25-30 градусов. Многие из вас наблюдали, что если взять обыкновенное пищевое желе, которое мы приготовляем дома, и поставить его при комнатной температуре, оно становится довольно-таки мягким. А если температура будет на уровне градусов 26-27, то оно может стать вообще жидким. Вот здесь самая главная проблема. Температура плавления желатина находится где-то на уровне 60 градусов. То есть, ни при каких обстоятельствах комнатной температуры, такая среда, приготовленная на агаре, она никогда не расплавится. И с ней ничего не случится. Но если среда будет приготовлена на желатине, то произойдет следующий момент, что при повышенной температуре она может расплавиться, и ваш мицелий утонет внутри этой питательной среды. Мицелий, грибом, является абсолютным и полным аэробом. Аэробом, это значит клетками, которые при своем жизненном цикле используют кислород. И при попадании в бескислородную среду, их жизненное состояние ставится под большое сомнение. Но есть вопрос вот к этой среде. Там, где эти клетки находятся, в питательной среде определенного состава. Они находятся все-таки в не кислородном состоянии. Иногда мы можем наблюдать, что у таких флаконов этот мицелий начинает пушиться и сверху образовывать колонии, каким-то образом добирая все-таки кислороду. Но здесь он остается жизнеспособным и тоже выживает. Что можно видеть вот, к примеру, на таком вот примере. Вот это матовое пятно на переднем плане, это не что иное, как рост вот этого жидкого мицелия, который, к слову, нужно сказать, что вот эта питательная культура была изготовлена 29 мая 2013 года. Нет, это она была выяснена 29 мая 2013 года в флакончик. Из этого флакончика 21 марта 2014 года она посеяна вот эту питательную среду. То есть сегодня 26 января 2015 года. То есть проведите вот эту хромологическую линию и... Так, заметьте тот вопрос относительно хранения. С желатинами разобрались. Разница в температуре плавления. Желатин плавится приблизительно при 26, агар плавится при температуре 60. Значит, если у вас есть возможность постоянно хранить эти культуры в холодильнике, то в принципе можете экспериментировать просто на желатиновых средах. Еще, уже закончу на эту тему, кто-то у меня спрашивал, а можно ли культуры клеток хранить под, значит, под слоем масла. Ну там масло, имеется ввиду растительного масла или глицеринового масла. Есть такой способ, но каким способом микробиологии выращивают те культуры, которые являются классическими анаэробами. То есть для этих культур попадание в кислородную среду, то есть с наличием кислорода, она для них губительна. Для этого их помещают питательные среды и сверху помещают масло для того, чтобы, к примеру, это глицериновое стерильное, глицериновое масло, для того, чтобы к этим культурам не было доступа кислороду. Клетки мицерии являются классическим аэробом. И им воздух и кислород нужен абсолютно так же, как он нужен людям. Что будет происходить с этими клетками под слоем масла, я не знаю. И точно вам гарантирую, что этим я заниматься не буду. Мне это просто-напросто не интересно. А если вам интересно следить за моим каналом, то под этим видео не забудьте нажать вот такой вот значок и следите за публикациями, потому что следующая публикация будет очень и очень важная. 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 Историт.